Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что можно сделать с тем, что у нас осталось после обрезки сада. Чаще всего из веток, которые мы удалили с наших деревьев, наших кустарников, мы делаем золу, которая, конечно, отличное удобрение, способна помочь нам в борьбе с вредителями сада, но такого количества золы нам не всегда надо. Кроме того, мы можем получить другие приятности и полезности. Первое применение, наверняка вы в детстве этим баловались, а если не делали, то попробуйте начать, если вовремя срезать ветки и поставить их в воду, получить цветы к какому-то определенному празднику, ну, например, к днему 8 марта. Вполне вы еще успеете это сделать. Ну, самая быстро расцветающая порода – это форзиция. Поскольку она сама по себе цветет достаточно рано, то ветки форзиции, срезанные в конце зимы, во второй половине зимы, поставленные в воду, зацветают при комнатной температуре спустя 7-10 дней. То есть, в принципе, за неделю вы можете получить цветущую форзицию. Другие цветы и кустарники, в том числе и плодовые, они, конечно, не будут расцветать так быстро. Вот это ветка черешни. Она поставлена в воду неделю назад. Черешня, как и вишня, впрочем, она расцветает в воде спустя 10-15 дней. То есть, как правило, если за 2 недели ее поставить в воду, вы дождетесь цветочков. Точно так же можно получить цветущие ветки сливы. Тоже около 2 недель срок проходит. Ну, если мы ставим в воду ветки груши или яблони, ну, вот это у нас яблоня, то, к сожалению, тут уже придется очень заранее это делать. Если мы ставим после зимних морозов во вторую половину зимы на выгонку такие ветки, они расцветают спустя приблизительно 20 дней. 20-22 дня. Но все равно это достаточно интересный опыт и можно попробовать такое сделать в комнатных условиях. В чем особенность? Когда мы ставим на выгонку ветки, ветки у нас должны быть с цветочными почками. Ну, наиболее четко это видно на ветке яблони. Вот здесь цветочные почки, вот они видны, они на конце побегов. Видите, они такие толстенькие, большие. Вот это ростовая почка, она узенькая, коническая. Листовые почечки, они тоже узенькие и пылотно прижаты к побегу. А цветочные почки, они такие круглые, толстые и большие. У форзиции, как правило, на концах побегов всегда расположены цветочные почки, даже на долетних побегах. Видите, они такими пучочками расположены. Листовые почки у форзиции, они расположены поодиночке. Вот здесь листовая почка. Вот она. А в целом, у форзиции практически все почки будут цветочные. Что можно сделать еще? Можно сделать не только красоту, можно сделать пользу для себя. Наверняка кто-то из вас помнит в те времена, когда хороший чай был в дефиците. Мамы наши и наши бабушки заваривали чай из вишневых веток. Рекомендую попробовать вам этот чай сделать у себя дома. Это на самом деле очень просто и очень вкусно. Кроме того, этот чай обладает определенными лекарственными свойствами. Вишневые ветки очень хорошо заваривать и пить, если у вас простуда, если у вас разыгрались камни в почках. Кроме того, чай из вишневых веток способен несколько разжижать кровь. Людям, у кого пониженная свертываемость, нужно с осторожностью применять этот чай. Либо применять его только разово, не пить его постоянно. И этот чай очень хорошо применять, если у вас расстройство желудка. Он обладает вяжущими свойствами, как практически любые ветки. Они имеют в составе своей коры танины. Это вещества, которые способствуют закреплению желудочно-кишечного тракта. Чай отличается очень приятным ароматом и красивой окраской. Я завариваю чаи травяные и чаи из веток в термосах. Так мы получаем наибольшее количество экстрактивных веществ. Вот посмотрите, какой красивый чай у нас получается из веток вишни. Он имеет такой выраженный вишневый цвет, красноватый. Хорошо, приятно пахнет. Имеет легкий миндальный привкус. Кроме того, очень хороший, приятный витаминный чай можно получить из веток черной смородины. Черная смородина сама обладает таким непревзойденным ароматом. И чай из нее отличается такими же свойствами. Кроме того, что этот чай полезен при недостатке витамина С, при легком обитаминозе, он также способствует разжижению крови. Если у вас замедлено пищеварение, то чай из веток черной смородины поможет вам несколько его ускорить. Ну, соответственно, это помогает, может, если не сбросить вес, то хотя бы его меньше набирать в зимнее время. Ну и кроме того, этот чай очень приятен на вкус. Все наверняка знают, что настойка из смородиновых почек отличается прекрасными свойствами. Но если вы не сторонник спиртных напитков, попробуйте чай из черной смородины, из веточек. Завариваются, как правило, молодые побеги, однолетние приросты. И он пахнет, чувствуется, как. Все вишневый, он такой более желтый, этот более фиолетовый такой. Единственный недостаток этого чая, его нежелательно пить людям с повышенной кровоточивостью. Ну и кроме того, тем, у кого гастрит с повышенной кислотностью, либо язвенная болезнь в стадии обострения. Какие еще чаи можно заварить из того, что у нас осталось при обрезке? Очень хорош чай из веточек лимонника. Этот чай обладает тонизирующим действием, как и все растения лимонника, способствует повышению работоспособности. Единственный его недостаток, его нежелательно употреблять тем людям, у кого повышенное давление, поскольку давление чая из лимонника способен повысить очень серьезно. Будьте осторожны с этим чаем. Очень интересным вкусом отличается чай из веток облепихи. Был у нас вопрос про облепиху, что с ней делать, она заполоняет участок, попробуйте заваривать из нее чай. Вкус, конечно, у нее интересный, очень своеобразный. Он напоминает чем-то запах картошки, наверное, вот сырой картошки. Но этот чай очень полезен. Если вы страдаете вот этой весенней такой вялостью, если у вас подавленное настроение, если чувствуете бессилие, есть признаки анемии, этот чай очень поможет вам. Единственное, он также способен повышать несколько давления. Если вы хотите несколько улучшить вкусовые качества чая из облепихи, добавьте пару листочков мяты, либо ломтик лимона. Ветки груши и яблони также можно использовать для приготовления чаев. Но эти чаи, они не обладают, конечно, таким приятным выраженным вкусом и ароматом, как черносмородиновый чай, либо вишневый, либо лимонниковый чай. Это четко лекарственные чаи. Их применяют при расстройстве желудка. Вот для этих целей эти чаи действительно очень хороши и полезны. Ну и напоследок рецепт чая, который наверняка делали ваши бабушки, это чай из побегов малины. Сейчас самое время обрезать ремонтантную малину, если вы не сделали это осенью. И из веток малины, если вы чувствуете, что вы перехладились, если вы чувствуете, что вы простудились, и первые признаки простуды уже на пороге, заварите чай из малиновых веток. Он обладает жаропонижающим, патагонным свойствами и также легкими мочегонными свойствами. Будьте здоровы! С вами была Анастасия Гулис. Надеюсь, вы найдете полезное применение тому, что вы нарезали в своем саду. До встречи на канале Процветок. Буду рада ответить на ваши вопросы.